Так, добрейшее всем утро. В общем, планов сегодня просто громадьё. Начиная от того, что сейчас мы едем за металлом для стеллажей, потом нужно будет оштукатурить комнату в овощехранилище. Ну, смысл этого всего мероприятия это в том, что... Сейчас количество мёда мы куда-то должны будем сгрузить. И, собственно, куда ещё это можно сделать хорошо, как не в наше овощехранилище, в наше хранилище мёда пока временное. Этот видос, он как ни зря сегодня, кстати, который мы снимаем. В дальнейшем, конечно, буду готовить прям специальное хранилище. Но для этого ещё очень много времени, денег и дел. Пчёлки что-то ругаются. Вы чё, парни, из-за мёда, что ли? Точнее, девчонки. Парни-то это трутни, а девчонки это пчёлки. Сейчас нужно куда-то его сложить, это обязательно. Где он будет храниться всю зиму? Для этого я и решил делать наше помещение. В общем, в общем, в общем, очень много сегодня дела. Я хочу в одном видео показать вам максимальное количество работ, поэтому, друзья, не переключаемся, смотрим, будет интересно. Поехали. Я на металлобазе. А сейчас покажу, что уже купил в магазине. Пойдёмте. Взял белую, взял серую. Это краски для металла и дерева. И взял вот таких вот колпачков, 40 с чем-то штук, чтобы сверху и снизу заглушить, когда покрасим. Так, дальше взял для пола выравниватель. И цементные штукатурки мне нужны для кирпича формирования. Вот, всё. Ждём металл, его уже там пилят. Это стойки, они двухметровые. Перегородочки. И что ещё? В общем, всё, что под нагрузкой будет двухмиллиметровое, всё, что соевой, вертикальная, полторашка. Вот. Ну и наливные полы, о чём я уже говорил. Шесть телажей нужно изготовить. Я думаю, мы с вами это сделаем быстро и классно. Да. Тем более полуавтоматом вообще это делается на раз. Помните, в видосе я делал лифт для спуска овощей, продуктов в овощехранилище? В общем, я его демонтировал для того, чтобы сделать стены. И вообще подумал, стоит ли его возвращать. Вы очень много комментариев писали, что он опасный для жизни. Пока я его убрал для ремонта, но есть мысль, что, наверное, туда его и не верну. А заменю его простым тельфером, прикреплённым к плите второго этажа. И всё, тельфером будем выпускать специально небольшую платформу. И также можно всё подавать вниз вообще без проблем. И даже намного проще, меньше металла. Сейчас я выношу отсюда весь инструмент. Складываем это вот здесь. Тут я должен буду замазать штукатуркой стены. А может быть, сделаю под эффект кирпичиков. В этом помещении достаточно просто ровных стен. Вот. И после чего мы сварим сюда стеллажи для хранения мёда и овощей в этой зимой. Поэтому, друзья, ваш мёд будет храниться в надёжном бетонном сейфе. До момента, пока я не отправлю его вам. И первое, с чего бы я хотел начать, это с подготовки нашей тельферной части. Сейчас нам нужно зафиксировать лонжероны для тельфера. И если будущее рисование кирпичиков на стенах пузырьковым уровнем это делается очень легко, то пространственные расчёты сделать пузырьковым уровнем, конечно же, максимально проблематично. А нам сейчас нужно отмерить центр ямы для того, чтобы установить тельфер сюда. Но вы сейчас спросите логичный вопрос, а где же, Денис, твой уровень, которым ты всегда пользовался? А он у меня, вот он. Вот он, мой краснознамённый деко. Но с ним произошли некоторые проблемки, братцы. Он работает отлично, всё у него горит и светится. Но он у меня рухнул со второго этажа, чем самым немножко повредился. Вот видите, вот осколки. То есть, надо это как-то всё заклеить. И для того, чтобы правильно всё измерять, взял у товарища другой уровень. Сейчас всё покажу вам. Я хочу этот луч проверить, что у него все оси сходятся, чтобы это всё было по-честному и чётко. Мы сейчас по нему сравним лучи того уровня. Он, конечно, проще намного. То есть, у него всего лишь 3 плоскости, что ли, да, всего. Вот. При том, что у дековского 12 плоскостей. А вся беда... Да, вот, смотрите, он делает 1 плоскость, 2 плоскость. То есть, если деко мой может сделать по 4 плоскости, потому что у него выносные окна, то у этого всё вот так. И у него, по-моему, точка. А, да. И у него ещё точка по верху идёт. То есть, вот что он может. Сейчас сравню. Ну, а по яркости луча... А, это направление выбора. Так. А, это отключение верхней точки. Всё. В принципе, функции-то он очень простой. Простой лазерный уровень. При том, что, братцы, эта штучка стоит 9,5 тысяч. Профессиональник. Короче, взял его. Проверю. Сейчас я это всё сделаю. Просто, действительно, это мне очень интересно. Эта штука улетела со второго этажа, но по чесноку не на бетон, но упала на деревянную подступь, так скажем. И вот она прям, видимо, приземлилась с этой частью. Так что, повреждения, конечно, такие серьёзные. И поэтому мне и стало интересно, что у него с лучом. Давайте посмотрим. Зелёный луч. И включаем красный луч. Так. Вообще весело. У Боша оказалось, или у Боша, что он на батарейках. Блин. 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 У меня ещё батареек нет таких. Почему нет зарядного устройства? Почему Бош? Почему вы не придумали зарядное устройство для своих уровней? Также намного удобнее. Хотя, спорный вопрос. Возможно, на батарейках проще где-нибудь, в сложно доступных местах, где невозможно зарядить. Не знаю. Пойду батарейки, короче, менять. Так, попытка номер 2. Поменял батарейки. Ой, другую сторону. Вот. И сейчас я хочу проверить луч. Не, братцы, вот честно. Слушайте, луч идеально совпадает. Но вот то, что я вам хочу показать. Смотрите. Толщина луча. Красный Бош. Зелёный. Это луч Деко. И сейчас в красном Боше стоят новые батарейки. И чё-то, честно говоря, какой-то он сильно толстый. Толстый. И даже поверху, смотрите, зелёный у меня пошёл уже на ту стену. Красный он кончился. Всё. Да, ну и в общем, тема-то какая дальше. Посмотрел Бош. Поизучал. Ценник его 10 тысяч, как я говорил, на Озоне. Деко стоит в районе 6. Но у этого всего лишь 2 луча. Один вертикалка, горизонталка. А у этого 12 лучей. Потому что 12 плоскостей. Потому что у него выносные окуляры. И они могут, в общем, отстреливать плоскость с 4 сторон. И я, в общем, подумав, хорошо поразмыслив. Стройка длинный процесс. И мне 2 лазерника вообще всегда пригодятся. Короче, заморочился и купил себе ещё один. И вот, смотрите, вот, сейчас покажу. Вот 6 тысяч комплект. 6 тысяч рублей. Декошка, модель LL12H-EWR. Это 12-12 плоскостей. В комплекте у него идут также очки зелёные. Зарядное устройство. Сам лазерный уровень. Вот эта моделька, она поинтереснее предыдущей, которую я вам сейчас показывал. Ну, сейчас я его, собственно, тоже вам включу. Вот. Такой. Ну, да, он помассивней, но и версия посерьёзней. И здесь в комплекте идёт у него штатив. Вот. У меня уже есть один такой штатив. Я им постоянно пользуюсь. Пользуюсь и для камеры, пользуюсь и для уровня. Вот. У него ещё переходничок такой идёт с большого разъёма на микро. То есть, можно сюда и камеру навешать. Вот такой вот штатив. И вот такой вот лазерный уровень. Лазерник не заряжен. Я его только взял. Сейчас вам просто его включим. Чтобы посмотреть. Так. О. И вот луч. Два деко. Сразу видно идентичность. Единственное, что новое деко у него окуляры почище. И они ещё ярче. Да. И, ну, Bosch на новых батарейках. Ну, что-то меня сильно не впечатляет. Хотя вот на тех расстояниях, вот наверху, там, наверное, красный видно. Но. Но. Я же не использовал очки. Давайте посмотрим в очках. Смотрите, как зелёный луч стал сразу ярче. Вот так или так. Так или так. Короче, выбор очевиден. Bosch здорово. Наверное, Bosch это фирма. Но в современных условиях. Смотрите, даже как луч красный сейчас по полу идёт у Bosch. Да. И как у деко. Он прям стреляет. Он прожигает мне бетон. И потолок. Смотрите. Вот видно, да? Красный уже всё кончился. А зелёный. Новый зелёный. Старый зелёный мой лазерный уровень. И новый Bosch. Извините, башисты. Но, наверное, всё-таки деко побеждает. Ну, действительно. Я не знаю. Может, ещё попробовать по времени. Но по времени это будет неадекватно. Потому что у деко, например, вот у того. У меня два аккумулятора в комплекте. Здесь вообще батареи в комплекте нет. Ты их сам покупаешь. Здесь есть ещё, конечно, разные варианты крепления. И какие-то прицельные приспособления. Вот они. Прицельные планки. Вот. Для того, чтобы было точнее мерить это всё. Ну, круто. Круто. Но, честно, всеми тем приблудами пользоваться на моей стройке не всегда и удобно. Но вот эту штуку у Bosch мне нравится. Я бы хотел у деко такую. Потому что периодически хочется прям под потолком что-то мерить. И сегодня, кстати, у нас такой вопрос будет. Ну, покажу, как я это решу. Короче, выбор мой очевиден. Я считаю, что 10 тысяч, да? И 2 тысячи доплатил и купил два аппарата. При том, что он тот, который посередине стоит в районе 4,5-5. А вот этот стоит 6. Всё вместе получается 11. А вот этот десятка. Вот тебе и цена. За один Bosch можно купить два деко. Зачем платить больше, если можно платить меньше? Ведь выгода должна быть выгодная. А рационализм должен быть рациональным. Я так считаю. Продолжаем работу. Всё-таки задача у меня была сегодня определённая. Мне нужно сейчас отстрелять вот этот центр, точку. Вот мы выбираем центр. Нажимаем вот на такую клавишу. У нас получается вот он центр. Смотрим наверх. Вон он центр. Через всего лишь пару минут на видосе вы увидите, как мы начнём штукатурить нашу комнату. Поверьте мне, там будет прикольно. Отметили высоту кирпичиков. Сейчас лазером будем их отстреливать. Второе. Загрунтовали. Сейчас ждём высыхания. И третье. Замешали раствор. Вот прям сейчас его мешаем. После чего мы будем его наносить слоем где-то миллиметров 5-7. Мешка хватает на 3 квадратных метра при толщине слоя 5 миллиметров. Сразу говорю, выравнивать это всё идеально я не буду, потому что в этом просто нет никакого смысла. Это овощехранилище. И претензии к нему овощехранилищенские, очень простые. Поэтому просто выровню красиво, кирпичики сделаю, покрасим в белый. Всё. Раствор уже готов. Такой сметанообразный, крепкий, хороший раствор. Сейчас наношу слой и начинаю расшивать кирпичики. Честно скажу, я даже не видел, как это делают. Я видел просто у людей уже итоговые варианты. А как это делать, я даже не смотрел и смотреть не буду, потому что хочется по наитию решить свою идею. И попробовать, как это сделать можно, если ты никогда не видел, как это делается. Короче, использовать я буду расшивочную кельму. И, скорее всего, простую отвертку. Посмотрим, кто из них больше приживётся в данном этапе. С горизонталками закончил. Сейчас буду вертикальные делать. Смотрите, пришлось, как мне поставить уровень, чтобы сделать отметки под потолком. Не стал доводить до самого конца, потому что там будет у меня ещё подшивной потолок какой-то гипсокартонный. Через пару кадров вы увидите, как здесь будет всё оштукатурено. Потолки единственное я не буду делать, потому что я пока ещё не решил из чего, как и сколько их там оттягивать. И вообще гипсокартонить я буду всё в самом конце, полностью весь дом. Конечно, это не совсем правильно, потому что потом красить их придётся, а кирпичи уже будут крашены, чтобы нигде ничего не попало. Но мы это решим. Мы это решим. Проблем в этом никаких я не вижу. Так, ну всё, слой нанесли. Теперь начинаю расшивать. Попробовал оттверткой просто вести рукой. Получается немножко кривовато. Поэтому я беру шпатель и по шпателю просто это дело провожу. И получается очень даже ровненько и прикольно. Задача сделать такой стиль лофт. То есть кирпич должен быть прям оляпистый и кутеляпый. В этом вся фишка. И думаю, у меня получится. Нет, думаю, у меня получилось. Чего получится-то? Получилось прикольно. Останется потом, когда это всё подсохнет, подмести, загрунтовать и, собственно, покрасить. И будет такой прикольный подвальчик. Такой в интересном стиле, в старинном таком. Неуклюжем, но прикольном стиле. Продолжаем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так у нас сейчас выглядит веранда Сделал крышку Ну она такая пока временная Нет, она не временная Почему? Она закрывает сейчас заподлицо Так когда мы 10 см добавим Тут будет какой-то наращиваться еще легкий конструктив Для того, чтобы можно было вообще красиво все это классно запаковать Чтобы туда ничего не проходило Вот Не знаю, громоздка нет Но в конце эстетику вы увидите, когда будет все готово Мне кажется, будет красиво смотреться Ну и стеллажи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы вытащим экструзию И по сути мы проникнем уже в овощехранилище Вот И попробуем, протестим Новый Тельфер Не сильно бей Стоп! И с другой стороны Ближе к выходу Вот, все Раньше, чтобы спустить инструмент в подвал Мне приходилось тратить кучу времени Теперь просто с помощью этого Тельфера Вниз опустить все легко Теперь вернемся к вопросу, почему мы убрали лифт Честно говоря, лифт полностью в сборе Лежит у меня просто на заднем дворе А убрали для мобильности Захотим убрать эту стойку просто То есть эту стойку мы можем сейчас нагрузить Она может там стоять И уже нагруженная чем-то Какими-то тоже продуктами Мы можем ее легко вообще убрать оттуда Если надо Тельфер легко снять А лифт все-таки конструкция стационарная Громоздкая Но не хочу сказать, что мы сделали его зря Можно было и оставить Ну, решили убрать пока временно Кстати, пока еще не забыл Должен вам сказать, что первые несколько серий По теме овощехранилища Вы можете посмотреть по ссылке в описании Там же, где и ссылка на наш жарковский мед Как я уже говорил, главный месседж этого мероприятия Это, собственно, хранение продуктов питания где-то Вот, получилась такая очень даже классная комната В общем, я доволен результатом Продолжение следует... Продолжение следует... Это все придавится, все выровнится Это у нас овощная часть для хранения Здесь у нас медовая часть Тут более плотные полки тяжелые Но они, в принципе, все взаимозавиняемые Если что, если вдруг надо будет поменять Мы легко сможем это сделать Вот такая вот получилась у нас хранилищная комната Очень нравится Кафель будет... Эта штука работает отлично Тельфером Прям легко, удобно И много места не занимает Любой момент можно ее убрать Все здорово Стоп! Это я сам развернул Это двушки или полторашки? Это двушки Двушки Сейчас я их выгружу Наверное, нехорошо, что я до конца не опустил Да? Стучи Братцы, медок-то прибавляется Склады готовим Эхо пропало Ой, прелесть вообще Медочек, медочек свеженький Разнотравия Ой, прелесть Вон переливается весь Смотри Стоп! Ой, килограммчики Это будет третья полка Как? Решил Тут у нас двухкилограммовые Здесь полторашки Килограммовки Вот здесь у меня ассортимент Это перга Оставшаяся акация Немножко И оставшийся дягель Вообще три банки Все И то, по-моему, мы его уже зарезервировали Здесь у меня заказы клиентов, которые ждут василька Потому что василек сейчас дойдет И мы сюда запихаем его И отправим Запихаем Положим и отправим нашим любимым дорогим заказчикам Вот И нижние ярусы Здесь будет оптовый мед Который не разлитый в куботейнерах Вот, как-то так Ну и, возможно, одну какую-то мы оставим для солений Стойку Возможно Пока не знаю Я очень много думал, что делать по верху Наверное, сюда просто коробки, которые пустые Для упаковки грузов Мы сюда их уложим И все Ну, в общем, очень получилось логистично удобно Места много Мне очень нравится овощехранилище 65% влажности Сейчас осушитель включу Сделаю здесь 40% Потому что просто мы пару дней назад Всего лишь эти стены доштукатурили Ну, вы видели все на видео Так, и закрою крышку В общем, сейчас пусть осушается Наша замечательная комната Так, братцы, ну все До следующей недели Начнем плести наш кресло-кокон Вот, все Давайте Пока Пока